Продолжение следует... Слово. Урок первый. Вначале было слово. Отчего же слово и отчего оно было вначале? Оно редкостное по своей открытости не перетерпело сколь-нибудь серьезной трансформации, то есть относится к гнезду к космическому, к божественному дару и по коренной основе исконно славянское. И корень этот — лов. Еще в недавнем прошлом в живой звучащей ткани языка существовало целое семейство слов с этим корнем. Ловля, улов, отлов, ловчий, ловкий, ловец. А ныне этот угасающий костер заменен на единственное — охота, имеющие совершенно иное свечение, внутренний температурный градус и, разумеется, иной потребительский корень и смысл — хотеть, желать. Прямое указание на охотничье его значение сохранилось лишь в пословице «На ловца и зверь бежит». Ловля перестала быть основным источником добычи пищи, превратила их в забаву, развлечение и стала просто охотой. Однако великий и могучий сохранил переродный смысл корня лов в незамутненную виду и вложил этот корень в само название языковой единицы «Начал-начал дара речи». Вложил, как священный дар в сокровищницу и таким образом преподнес его нам. Русский язык сохранил в своей структуре равнозначное отношение к корню лов, когда ловят зверя и когда ловят истину. То есть слово — это то, что нами поймано, добыча, результат охоты. И потому сущие выражения «ловить удачу» — дача — это продукт, добытый на ловщем промысле, то, что тебе было дано. Однако не преподнесено в готовом поджаренном виде, а лишь послано богами, отпущено роком. И эту трепетную лань еще следует умудриться изловить. Применение слова «лов» относительно охоты вторично. Теперь вернемся к ветхозаветному «вначале было слово» — пойманную удачу священной добычи. И слово было «бог». Вы слышите, фраза получила уже другое звучание. Здесь речь явно идет об обретении Бога, вернее, божественных знаний, истин, силою и ловкостью своего ума. Итак, слово «священная добыча». Доказательством первородности назначения корня лов служит слово «священный». Ибо вещать — говорить, но говорить заветное, произносить вслух некие истины, открывать знания. Для иных целей есть и слова иные. Например, молвить, речить, сказывать, бармить, брехать, болтать. Поэтому болтать языком или ногами означает всего лишь бессмысленно двигать частями тела. Вещать можно лишь слово «священное». Отсюда в русском языке сохранилось и существует точное определение «вещество» — истина. А ловец, познавший истину, сокровенное знание именуется «вещем». Кстати, вещами могут быть даже персты, если судить по слову о полку Игореве. Слушайтесь в эту строчку. Он, баян, своя вещь и персты на струны воскладаши. Они же сами славу князям Рокотаху. Рокотать — тоже говорить, но говорить роковое, высокое, истинное, божественное. Поэтому мы до сей поры говорим, что гром ракочет, выражая силы небесные. Рокотать или вещать можно было лишь в одном месте, при большом стечении народа — на «вече». Поскольку это однокоренные слова, и первоначальная «вече» — это площадь, храм, собрание, где открывают вещи истины. Из всех слов и оборотов, рожденных от корня лов, выше всего леса возросло дерево, ветвями коего являются славянские народы. Род занятий славян, способ добычи хлеба насущного, тоже был самым разнообразным. Существовали оседлые, живущие сахи, то есть землепашцы-оратые, или, точнее, аратые. Были полукочевые сезонные скотоводы, были и те, кто жил с лова, с охоты. С какого же лова они все жили, если сохранили в названиях своих народов исконный корень? И это не случайно. Ведь иные славяне, в самом деле обитавшие в лесах и промышлявшие охотой, носили иное самоназвание, не имеющее даже намека на основополагающий корень лов. Особенно многочисленные Русь, древляне, кривичи, да и вятичи, вящие, вещие, знающие, носят лишь его косвенные признаки. А дело в том, что образовательный потенциал языковой памяти настолько устойчив и могуч, что, несмотря на влияние иных культур, особенно греко-римской в Европе, сохранил у некоторых славян их древнее пристрастие – тягу к знаниям. Пропитание можно было добывать где угодно и каким угодно способом, но если тот или иной славянский народ оставался приверженцем неуемной страсти к поиску и ловле знаний – истин. Если со своей священной добычей продолжал выходить на вечевую площадь и вещать – ракотать славу. Информация об этом сохранялась не только в самом названии, но и в памяти тех, кто к этому виду лова по тем или иным причинам давно охладел. К примеру, чехи, некогда бывшие в едином государстве со словаками, то есть славянами, словаками-славинцами, именовались те, кто владел словом, священной добычей и учил, просвещал, а точнее просвящал других родственных по духу славян и иноземцев. Просвещать имел право тот, кто сам был просвещен, И тут слово вплотную подвело нас к скифскому периоду, вернее, к загадочным скалотам, о которых писал Геродот, указывая, что это самоназвание некоторых племен причерноморских скифов. Сам отец истории на Понте был лично, в частности, в городе Ольбии. Скалотов видел и даже описал их, но разобраться, кто же они на самом деле и почему так громко себя называют, не сумел. Но слава ему, что точно написал их самоназвание, не исковерка в звучании. Скалоты – люди скола, то есть буквально солнца, или точнее светлые, просвещенные. Русский язык, к счастью, сохранил и самоназвание таинственных скифских племен, встречных Геродотом в Причерноморье, и их просветительский род занятий. Просвещенные скалоты были хранителями знаний и учителями, ибо скола – школа, исконно славянское слово, заимствованное многими языками окрестных народов. Например, в Прибалтийской Латвии и ныне звучит как «скола», в английском «the school», в немецком «шули». Древние греки, рискуя жизнью и здоровьем, строили свои полисы вдоль северных берегов Черного моря, густо заселенным варварскими племенами скифов. Менее всего торгуют с ними, больше всего воюют, сами ходят в набеги и страдают от них, теряя свои города. Ольбия и вовсе была покорена и стала скифской. По-прежнему возят пшеницу из Египта, но продолжают экспансию и при этом тщательно изучают своих опасных соседей. Причины их любознательности начинают приоткрываться, если обратиться к древнегреческой мифологии. Родоначальники всеевропейской и средиземноморской культуры сами рассказали нам о причинах столь пристального интереса к прохладным северным берегам Русского моря, а в частности к скифам Сколотам. Вспомните о путешествии Язона. Это мы еще в школе проходили, правда нам так и не пояснили, что это было за руно. Зачем потребовалась чудная баранья шкура Язону? Да и мы тогда более прельщались приключениями и злоключениями мифических аргонавтов, а причина их похода нас не особенно привлекала. Ну, руно, вероятно, с золотой шерстью, а поскольку таких не бывает, значит сказка, и сочинена для того, чтобы рассказать нам об отважном мореходе и о его товарищах. Сказка ложь, да в ней намек. В русском языке нет случайных созвучий. Руно и руны – однокоренные слова, и это обстоятельство напрямую указывает, что у Сколотов Северной Причерноморья было руническое письмо, коим они записывали свои добытые знания, свое слово, причем используя золотые чернины. Технология письма золотом была сложна и кропотлива. Прежде овечий пергамент прорезался острейшим пером жала. Отсюда и свидетельство, что писали на Руси чертами и резами, после чего в этот след вводились, собственно, чернила. Скорее всего, это была амальгама золота. Ртуть испарялась, и желтый металл прикипал к пергаменту, оставляя тончайший рисунок знаков. Теперь откройте средневековую рукописную книгу, желательно дорогую, которая хранится в отделах редких книг и рукописей крупных библиотек. И сразу узнаете культуру письма, а вернее отголоски, атовизма древней культуры. Да, она будет написана уже кириллицей, но всмотритесь в причудливую вязь заглавий и буквиц, где использовано порой золото или киноварь, из которой добывают ртуть. Если подобной вязью только рунической и золотом исписать пергамент, то будет полное впечатление, что шкура покрыта золотой шерстью. Так что путешествие аргонавтов под предводительством Езона имело конкретную цель – заполучить слово, выкрасть у скалотов их священную добычу, получить знания и письменность, которых греки не имели, однако отлично знали, кто и где ими владеет. Золотым руном в ту пору называлась Веста. Позже в Индии она стала одной из вед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова